США против Белоруссии и России готовят своих зеленых человечков Учение Источник изображения www.belvo.com На прошлой неделе в Польшу возвратились 140 военнослужащих войск территориальной обороны, прошедших в США двухнедельный курс обучения под условным наименованием Это было уже второе подобное мероприятие в текущем году с участием поляков Первый курс был проведен летом Соглашение об участии польских военнослужащих в данной программе подготовки было достигнуто между двумя странами в конце 2018 года Чем же примечательны учения? Ридж Ранна Проводятся в американском штате Западная Вирджиния, на территории которого имеются участки местности с различными природными условиями лесистыми, балотистыми, горными Для курса подготовки используются государственные и частные территории общей площадью более двух тысяч КВ.КМ Все мероприятия проводятся максимально реалистично Для чего в качестве противоположной стороны привлекаются подразделения Национальной гвардии ильштата, которые осуществляют охрану объектов, поиски и уничтожения партизан и диверсантов Основной целью подготовки польских подразделений в Западной Вирджинии является отработка вопросов взаимодействия именно с американским армейским спецназом Одной из основных задач которого, как известно, является организация повстанческих и партизанских действий по всему миру Так называемые «зеленые береты» провели немало успешных операций по свержению неугодных правительств в Латинской Америке, Африке и Азии В ходе курсов польские военнослужащие изучали используемые в ССО США способы проникновения на вражескую территорию по земле, воздуху и воде В том числе с пересечением государственной границы, а также создание подпольных ячеек, проведение акций саботажа и диверсий, уничтожение узлов коммуникаций, линий электропередач, организацию засад на путях выдвижения войск Порядок радиообмена с органами управления американского спецназа и наведения авиации на цели в тылу противника Значительная часть занятий была организована ночью Зачем же американцам понадобилось обучать поляков тому, что они сами неплохо умеют делать? Как известно, у Польши есть довольно богатый опыт ведения партизанских действий на своей территории Отряда армии Краевой во время Второй мировой войны насчитывали, по разным оценкам, от 250 до 400 тысяч человек Логично, что действия польских войск, которые возможно оккупированных районах, в случае войны, никто лучше них самих организовать не сможет И войска спецназа в Польше тоже имеются С ними организовать взаимодействие значительно проще, чем с американцами Поэтому напрашивается следующий вывод Американский спецназ передает свой опыт организации повстанческой и диверсионной деятельности, осуществляемой за пределами государства При этом единственной страной, имеющей значительное количество граждан польской национальности и не включенной в сферу влияния Запада, является Республика Беларусь Стоит обратить внимание, что в учениях «Ридж Рана» были задействованы в первую очередь военнослужащие бригад Тера, расположенных в восточной части страны Интересно, что вместе с польскими военнослужащими в Западной Вирджинии обучаются и представители Национальной гвардии Латвии При этом отсутствие литовских и эстонских военнослужащих Тера легко объясняется самым большим процентом русскоязычного населения в Латвийской Республике Очевидно, что таким латышам будет проще создавать отряды повстанцев в приграничных районах Псковской области России при поддержке американского спецназа По заявлению командующего войсками Тера Польши генерала дивизии Веслава Куколы, в скором времени учения, подобные «Ридж Рана» планируются проводить в Польше и Прибалтике Не исключено, что методы повстанческой и диверсионной деятельности будут осваивать не только военнослужащие запасы, состоящие на службе в войсках Тера Польши, но и подрастающие поколения польской молодежи Летом этого года в той же Западной Верджинии проводился всемирный слет скаутов, в котором принимало участие около 500 польских юношей и девушек В обеспечении этого мероприятия, как ни странно, принимали участие военнослужащие Тера и медицинский персонал Польши Тесное сотрудничество войск Тера Польши и ССО США является еще одним элементом нарастающего с каждым годом американского военного присутствия и проникновения в оборонную сферу соседнего государства При этом отработка на мероприятиях боевой подготовки подразделения МИСО вооруженных сил Беларуси вопросов по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника и незаконным вооруженным формированием представляется своевременным и адекватным ответом на развитие в военном искусстве западных стран теории и практики ведения регулярных, гибридных и непрямых действий на начальной стадии военных конфликтов Николай Крылов Право на данный материал принадлежат военно-политическое обозрение, Беларусь Материал размещен правообладателям в открытом доступе